Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроноф Ломонос Петр. Тема сегодняшней нашей беседы – пикировка перцев и баклажан. Как правильно распикировать эти культуры, как добиться хороших результатов, хорошей проживаемости рассады при пикировке. Обо всем этом мы сейчас и поговорим. Первое, для того, чтобы распикировать нашу рассаду, мы предварительно ее поливаем. Мы ее обильно поливаем за 2 часа до этой операции. Пока наша рассада напитывается влагой, пока набирают тургор, мы готовим почву. Земля, какая бы ни была хорошая, та, что мы брали в начале для посевов, значит, мы уже поняли некоторые минусы этой земли. Минусы этой земли проявились в чем? В этой почве очень много извести, то есть много кальция, много известковых материалов. Поэтому известковые материалы мы уже для пикировки перцев добавлять не будем. Но смесь быстро просыхает. Поэтому мы приготовили, будем добавлять такой препарат, такое, ну, вещество, вернее, субстрат, как перлит. Это вулканическая порода, она совершенно безвредна для наших растений. Что нам даст перлит? Во-первых, не будет так пересыхать быстро земля, наша почва-смесь, вот, она будет задерживаться влагой. Ну, и немного разрыхлим наш почвенный субстрат. И обязательно, что мы еще сделаем, что тоже многие как бы садят рассаду на голодный паек, у нас уже перцы подросли, они уже прожили определенное время, им надо питание. Поэтому мы возьмем, вот у нас, видно, впереди стоят органы минерального удобрения ОМУ. Вот эти органы минерального удобрения мы унесем. Ну, вот у меня стоит емкость, 12-литровый тазик, поскольку тазик полностью мы заполнять не будем, вот он, я считаю, что здесь ведро земли. Вот это ведро земли, значит, мы насыпаем ведро земли, ведро земли вот такой, нашего почвогрунта купленного, добавляем 200-граммовый стакан, ну, по объему, это пропорции даны по объему, не по весу. 200-граммовый стакан добавим сюда перлита и 100-граммовый стакан сложного минерального удобрения. Все эти добавки с шаттным-шаттным перемешиваем, равномерно перемешали и после этого будем заполнять кассету. Мы будем пикировать сегодня наши перцы в кассету, вот она перед вами. По-моему, все эти инструменты есть, поэтому приступаем. Начинаем землю насыпаться со срединочки, потому что потом легче нам ее рассыпать и по краям. Слой земли насыпаем вровень с кассетой. Почему вровень с кассетой? Потому что потом, когда мы польем, земля осядет и у нас как раз появится то пространство, которое необходимо для посадки наших перчиков. Из листей грунта мы выбираем с кассеты. Уже принципиально тот грамм грунта нам не очень то и надо. Кассета наша заполнена по шваврунтам, которые мы приготовили для наших перчиков, где они будут расти. Сейчас уже можно приступать к пикировке. Но сам процесс пикировки, как бы многих вопросов не создает, но тут есть одни нюансы, на которые хочу обратить ваше внимание и которые помогут вам добиться хорошей проживаемости рассады. Ну, рассада наша полита. Видите, перчики повсходили очень хорошо, очень-очень-очень густые перчики. Все, видите, они живенькие, здоровые. Их не повредили болезни, потому что они обработали в кипятке. Их не повредили болезни в грунте, потому что мы сыпали доломитовую муку, если вы помните. Но перчиков было сортов много, их надо было сразу, они были пророщенные, их необходимо было посадить по зернышку, но сил, как обычно, на большие объемы не хватило. Поэтому просто посеять. Сейчас будем пикировать. Значит, первое, что мы уже сделали, перед этим я напоминаю, за два часа мы обильно-обильно полили их водой. Теперь будем доставать перчики. Достаем перчики, как бы, сам вопрос, достать перчики, не проблема. И вот, что, значит, как бы многие делают. Ну, молодые, проворные, берут, ложат перчики, это самое, и вот начинают по одной штучке доставать эти перчики и рассаживать в нашу емкость. Ну, мы еще забыли одну операцию, о которой чуть вернемся. Значит, нашу эту кассету надо обязательно-обязательно пролить водой. Проливаем ее водой. Пролили водой, и у каждой ячейки сделали отверстие, куда мы будем сажать перчик. Делаем обычную вилочку, сделать это нетрудно. Не надо нам там использовать палец, не надо где-то специально палочки, подойдет самая обыкновенная вилочка. Сделав отверстие, мы приступим к следующей операции. Вот у нас есть удобрение Аммофос, про которое я вам уже рассказывал. Так вот, Аммофос, который мы видим сейчас в каждую ячейку, проставить по одной гранулке, это удобрение. Что это нам даст? Наши перчики, Аммофос будет находиться в корнеобитаемой зоне, и наши перчики до момента высадки в грунт используются на 100%. И они получат как бы небольшую дозу азота и хорошую дозу фосфора. Это улучшает развитие корневой системы, и растения будут потом более устойчивы при пересадке. Поняли? Каждую ячейку ложим по одной гранулке. Ну вот, наша уже почва грунт готова. Мы добавили по одной гранулке Аммофос в каждую ячейку. То есть каждому растению мы уже дали такую какую-то дозу начальную фосфорно-азотного удобрения. Ну вот дальше. Дальше мы берем рассаду. Как бы многие наши что делают, это самое, огородники берут, рассаду ложат на тарелочку, начинают пикировать. А я считаю, это не совсем правильно. Почему не совсем правильно? Нашу рассаду надо обеззаразить. В каком смысле? Потому что вместе с почвогрунтом она росла, мы можем занести какие-то болезни. Надо повысить устойчивость нашей рассады к болезням. Для этого мы можем использовать как химические средства, типа фундазола, оксихома. У нас есть целая линейка биологических средств. Это и фитоспорин, это триходерма. Очень полезно будет добавить туда нему микоризы. У меня уже раствор кабы готов, раствор сделан. Поэтому я беру, достаю перчики, которые буду пикировать и ложу именно в раствор. Они у меня там 2-3 минуты, пока их не заберу, они будут мокнуть в этом растворе. Будет обеззараживаться корневая система. Поверьте, что ни один полив потом не даст такого эффекта, как то, что непосредственно намочить эти сенцы в этот раствор. Ну и все. Процедура дальше очень простая. Берем за семидольные листочки, корешочек есть, опускаем. Значит, самое главное не забывать что? Что перчики нельзя сильно заглублять. А то некоторые берут и заглубляют до самых семидольных листочков. Делать это категорически-категорически нельзя. Каждый перчик мы садим мелко, чтобы корневающая система была заглублена в грунт, ну максимум на 1-1,5 сантиметра. Ну вот, как заметили, пикировка наших перцев почти закончена. Но вы, наверное, обратили внимание, можете задать вопрос, что я нигде не прищипывал корней. А в этом нет необходимости. На опыте я убедился, что эта операция, это при больших объемах, она нереально сделать, прищипывать каждый корешок. Это, во-первых. Во-вторых, не надо травмировать растения. Мы садим маленькие емкости, сами корни там позакручиваются. Поэтому, если его замочали, каждую рассаду я опускал, и кольцо закручивали корешок. Закручивали корешок и прижимали с землей. Ну, видите, как бы наша рассада лежит, бояться этого не надо. Ну и вот, как бы многие берут эту рассаду, сразу убирают. А вот убирать не надо. Мы берем в бутылке. Есть такой препарат Эпин. Я думаю, Эпин вам всем знакомый. Вот у меня бутылочка, видите, тут и подписано, что Эпин. Для того, чтобы не путать. Потому что в хозяйстве мы и удобрения используем, и гербициды, и прочее. Поэтому лучше на каждой бутылке подписать предназначение. Написано предназначение, что? Наш Эпин добавили на 2 литра, мы добавили 4 капли. Хочу предостеречь. Эпин средство очень хорошее, но увлекаться передозировкой не следует. Потому что любая передозировка Эпина, как и любого другого стимулятора, вызовет остановку роста растений. А если мы вольем очень много, сильно провисим концентрацию, наши растения могут даже и погибнуть. И земля у нас увлажнена хорошо, посадка сделана. Перчики не волнуйтесь, они все поднимутся через несколько дней. Но сейчас у них очень большой стресс. Мы все перчики обрабатываем Эпином. Обработав наши перчики Эпином, то есть увлажнили, и эти кассеты с нашими распектированными перчиками мы ставим в светлое место. Ни в коем случае не на солнце. Потому что солнце будет обжигать растения. Если у вас только светлое место такое, ну, после окна можно поставить, ну, чтобы не падали промыли солнечные лучи. Пройдет 2-3 дня, наши перчики все прекрасно поднимутся, и станут приживаться. Они вырастут примерно как вот в этой кассете перцы, которые были распектированы чуть ранее. И тут как бы у огородников многих появляется вопрос. Такой вопрос, что значит, в многих учебниках, особенно английского направления, рассаду перца рекомендуется прищипывать. И вот наши многие дачники в недоумении, так надо прищипывать рассаду или нет. Ну, исходя из своего опыта, из испытания многих сортов, расскажу такой нюанс, что прищипка рассады необходима для высокоростных перцев. А как отличить перцы высокорослые или невысокорослые? Во-первых, это можно посмотреть на пакетике, а во-вторых, вот лежат образцы. Перцы такого вот образца, имеющие такую вот кубовидную форму, как правило, это высокорослые сорта. Поэтому таких сортов, высота перцев, которые просто удлиненный конусовидный плод, до 60 сантиметров, а вот такие перцы растут более 60 сантиметров. Не забываем, что есть же такие сорта, как Меркурий, Нежность, ну и там иностранные сорта очень многие. Высота этих перцев достигает метр двадцать пять, метр пятьдесят, метр восемьдесят и даже два метра. Понятно, что эти перцы очень-очень позднеспелые. Так вот, прищипка после второй пары настоящих листьев перцев стимулирует пробуждение боковых побегов. Пробуждаются боковые побеги, и урожай созревает на 2-3 недели раньше. Поэтому прищипка необходима для ускорения созревания плодов у перцев. Так что, помните, она только для перцев необходима, которые имеют губовидную форму. Но если наши перцы имеют, там же Винни-Пух, Колобок, там другие, имеют невысокие кустики, 35-40 сантиметров, поэтому операцию по прищипе побегов у них можно не проводить, и она большого смысла не имеет. Ну вот наши перчики будут расти, развиваться. Значит, для того, чтобы мы с нашими перчиками могли делать следующие манипуляции, мы должны установить на наших перчиках маячки. Эти маячки можно купить, можно делать самому из сайдинга. Ну на маячке что? Мы должны, самое главное, поймать такую информацию. Название сорта нашего перчика, и когда дату пикировки, когда мы запикировали. Пишем обыкновенный простым карандашом, такой маячок, обыкновенный простой карандаш, в отличие от маркера, и в отличие от шариковой ручки, он не выгорает на солнце, и не смывается дождем. Такой маячок у вас будет вечный. Даже на следующий год, вы сможете прочитать, что написано, вот именно на этом кусочке пластика. Память памятью, но не забываем, что уже через две недели, мы сможем наши перчики подкормить. Так вот именно, чтобы не мучиться, не вспоминать, когда мы занимались пикировкой, мы на АШЕ указали дату. Указали дату, и мы теперь от этой даты отшитываем две недели, и уже знаем, что к тому времени наши перчики надо будет подкормить, сделать им первую подкормку. Ну, чем делается подкормка? Подкормку можно сделать любым минеральным удобрением, особенно если делаете корневую подкормку, где-то 20 грамм любого сложного удобрения на 10 литров воды. А вот для подкормки, которая делается вне корневая, дозу можно сделать больше, даже 20, 40 и даже 50 грамм. И наши перчики будут развиваться прекрасно. Ну, дальше еще один вопрос. Наши перчики развиваются, допустим, все хорошо, приходит пора высаживать, то ли в теплицу, то ли в грунт. И вот в многих дачников опять появился вопрос, потому что, сами читали, что лучшая рассада перцев, ну, лучший урожай сладкого перца получается, если растения растут парами. Так вот вопрос возникает, как садить парами в одну лунку или не в одну лунку? Значит, замечу, что в одну лунку садить смысла перца нет. Почему? Мы сажаем в одну лунку пару перцев, мы создаем конкуренцию питания. И мы большого урожая не достигнем. Перец от перца, мы садим рядом, но перец от перца где-то расстояние 15-18 сантиметров. Вот так они садятся парами. Ну и дальше следующая пара, следующая пара. На таком расстоянии они хорошо будут опылять друг друга, эти перцы, и дадут нам хороший урожай. Ну и вот еще, как бы, это уже у нас все рассада готовая, но вы где-то опоздали. Если вы живете в южной части Белоруссии или в более южных регионах, климат позволяет, у вас есть отапливаемая теплица или теплица под стеклом, значит, вы еще можете вскочить в последний вагон уходящего поезда. То есть вы еще можете сами вырастить рассаду перцев. А что для этого надо сделать? Сам процесс очень-очень простой. Пойти в магазин, купить красивые рассаду перца, красивые плоды перца, которые там продаются. Вам не важно, с Иранами, с Испанией, то ли с Грецией, это не имеет смысла. Эти перцы гибридные, но это как бы второе поколение, и что даст вам приличный урожай. Что делаем? Подготавливаем почвенную смесь, лучше такую вот кассету, потому что здесь пикировать уже поздно, все сроки ушли для пикировки. Засыпаем почвенную смесь, разрезаем этот перец, достаем семена. Достаем семена, и сразу же, не обсушивая, не просушивая, пока на семечку, ложим каждую ячешку кассеты. Доломитовой мукой присыпали, это профилактика от болезней, грунтом засыпали, накрыли пленочкой, и наши перцы очень быстро, буквально уже на четвертый, пятый день, все сходят. Единственное, что потом мы для этих перцев будем делать подкормку. Сроки как бы, понятно, что эти перцы поздние, поэтому они, нас дадут урожай где-то в августе-сентабре, поэтому надо хорошее укрытие такое, чтобы они хорошо плодили, хорошая подкормка. Но вы получите кофе прекрасный урожай таких перцев, которые вы покупали в магазине. Но не вздумайте собирать семена. Уже третье поколение вам не даст такого результата, потому что если уже с этих магазинных семян вы год вырастили, а еще раз посеять, у нас вырастают разношерстные по высоте растения, это раз, и плоды часто уродливой формы, и урожайность резко-резко падает. Ну вот, так что поняли, если вы будете следить к нашим советам, вы можете вырастить рассаду хорошего перца, иметь хорошее урожае. Ну и теперь несколько ступок по баклажанам. То, что я вам сказал по перцам, оно точно так же относится и к баклажанам. Вот баклажанчики тоже, их надо уже пикировать, они хорошие баклажанчики, сидят, но по баклажанам смысл, очень остерегательно заглубление корней, потому что баклажаны даже во взрослом состоянии очень плохо переносят. У них появляется корневая гниль, и баклажан возле корня отгнивает. Поэтому ни в коем случае, лучше у вас баклажанчик сидит наверхи рассада, но она прекрасно проживется, и она прекрасно будет жить. Вот вам образец баклажанчика. Видите, какой он красивый. И вдобавок, не забываем, что тоже ни в коем случае не удаляем семидольные листья, потому что и баклажаны, как перцы, питаются уже семидольные листья, они у них живут 2 месяца, а удаляя, мы ослабляем растение. Ну и по баклажанах, опять же, мы смотрим по характеристике. Если баклажаны более 50 сантиметров высотой начинают плодить, или метр там бывают, или больше, значит, опять же, можем прищепнуть при высоте 30 сантиметров, перцы, не помним, что 15-18 сантиметров, а баклажаны при высоте 30 сантиметров. Пришипываем верхушку, появляются боковые побеги, и эти боковые побеги начинают быстро плодить. Мы, значит, ускоряем урожай, не только ускоряем, но увеличиваем его количество. Раньше начинается урожай, дольше период плодоношения, у нас урожай выше. Так что посмотрели, запомнили, что делать по силе операции. Желаю вам хороших урожаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин